Вы смотрите программу «Губерния» и вот главные темы выпуска. На Уводе один парень пытался спасти другого, в беде оказались оба. Они плескались вот так туда-сюда, друг друга, можно так сказать, топили. С середины реки тонувших вытащил 15-летний Никита Петрушин. Не пропустите эксклюзивные подробности. 25 выпускников в области получили стобальный результат по ЕГЭ. Почти все они хотят уехать из региона. В пятницу губернатор встретился с ними на вокзале. Ивановские наркологи посчитали, сколько алкоголиков в области и озвучили безопасную суточную дозу спиртного. Живут в бане, готовят на костре. Из-за пожара семья Кирилловых осталась без дома, но не без помощи. Действительно, в нашем городе я поняла, что очень хорошие люди. Почти сотня ивановцев с нуля бесплатно обучилась ландшафтному дизайну и разработали проекты для своего двора. Из них мы планируем где-то 10-15 поддержать, поддержать финансово. Также мы поговорим с экономистом, почему рубль крепнет, а цены растут. Расскажем, какую надбавку получат дети войны и как снимают продолжение фильма «Непослушник» в Шуйском районе. В прямом эфире с вами Денис Воробьев. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях подробнее. Начнем с трагедии, которая потрясла жителей деревни Афанасова. Там на почве ревности муж зарезал жену и пасынка. Сейчас мужчина арестован и дает признательные показания, рассказывая свою версию кровавых событий. Следственный комитет публикует видео. Моя жена уехала из дома и не пришла ночевать. Когда она приехала с утра, я начал с ней выяснять отношения на повышенных тонах. Спустился ее сын. Она ему закричала «не надо, не надо», но я схватил нож и нанес ему ножевые удары. А супруга стала защищать. Защищая в это же время, набрасывалась на меня, и я ей нанес удары. После всего случившегося мужчина отправился в детский сад, забрал оттуда двухлетнего сынишку. Сказал родственникам, что он натворил, и остался ждать дома приезда полиции. Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательств. Десяти тысяч граждан с хроническим алкоголизмом зарегистрировано в области. Большинство из них – это лица трудоспособного возраста. Такие цифры озвучил Департамент здравоохранения. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья мужская и каждая пятая женская смерти связаны с алкоголем. В Ивановской области на сегодняшний день хроническим алкоголизмом страдают 20% женщин и 80% мужчин, а также один ребенок. При этом общая заболеваемость в регионе за последние пять лет снизилась на 4,5%. По информации ивановских специалистов-наркологов, 80% алкоголиков страдают психическими и поведенческими расстройствами. Эксперты также озвучивают относительно безопасную для здорового человека суточную дозу алкоголя. Это 300 мл сухого вина или 60 г водки, или пол-литра пива. При этом 3-4 дня в неделю нужно быть абсолютно трезвым. Скандально прославленный закон о детях войны региональные парламентарии все-таки приняли, не без нажима со стороны коммунистов. Законом предусмотрена ежегодная денежная выплата в размере 1 тысячи рублей. Деньги из областного бюджета будут выплачиваться детям войны один раз в год ко Дню Победы. И случится это только на будущий год. Власти посчитали, что таких детей войны в нашей губернии всего 7,5 тысяч человек. К ним относятся все, кто родился в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 45-го. Такая соцподдержка обойдется региону в 10 миллионов рублей с учетом оплаты услуг почты и банков. 15-летний юноша спас двух старших парней. Он бросился на помощь тонувшим и вытащил их с середины реки. Эксклюзивное интервью с героем и подробности спасательной операции в нашем репортаже. Эти кадры появились в Ивановских интернет-пабликах в начале недели. На видео оказывают первую помощь двум парням, которые едва не утонули. Место действия Береководи. Дикий пляж в районе 5-й новаторской улицы. Молодой человек зашел в воду, доплыл до середины. У него онемела нога. На помощь к нему бросился друг, но вытащить товарища не сумел. В большой беде оказались оба. А это герой нашей истории. 15-летний Никита Петрушин. Именно он кинулся на помощь пострадавшим и вытащил их из воды. Говорит, среагировал на женский крик о помощи. Самих-то ночев слышно не было. Не задумываясь, бросился в воду. Они плескались вот так туда-сюда, друг друга, можно так сказать, топили. Они вцепились в друг друга и друг друга топили. Я взял их вот так обхватил руками, на спине вот так поплыл к берегу, ну как бы отбуксировал и работал в основном ногами, потому что руки у меня были заняты. Ну, имя я их держал. Когда-то Никита занимался плаванием в спортивной школе. Навыки поведения в воде пригодились. А еще выдержка. Глубина реки в этом месте достигает трех метров. Вытаскивать тонувших парней было непросто. Их охватила паника. Ну вот когда начали на меня напрыгивать, да, было если честно немного страшно, что я сейчас могу тоже под водой оказаться. Но все более-менее нормально, я удержался на воде, ничего там не подхлебнул. Вот один мальчик, который вместе с ним тонул, он получается вытащили, мы его ближе к берегу, он вроде сам прокашлялся, с ним все было более-менее нормально. А другой парнишка, он прям наглотался так неслабо. Как только все закончилось, Никита сообщила случившимся маме. Новость женщину шокировала. У меня как жизнь перед глазами, конечно, вся прошла. Но то, что он мне позвонил, я уже успокоилась. Немножко его, конечно, поругало. То, что свои силы он мог не оценить. Но, слава богу, все прошло хорошо, что все ребята живы, здоровы. Спасенных парней Никита больше не встречал. Героем юноша себя не считает. Уверен, на его месте так поступил бы каждый. Сергей Веселов, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». А теперь разговор о деньгах. Почему доллар падает, а цены продолжают расти? Что сейчас переживает наша экономика? И куда ивановцы вкладывают свои деньги? Об этом мы поговорим с экономистом и частным инвестором Андреем Разумовым. Андрей, спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Но давайте сразу о главном. Доллар падает, рубль укрепляется, а цены даже на базовые товары, на потребительские товары растут. С чем это связано? Здесь происходит следующий процесс. Мы страна-экспортер. Мы продаем сейчас гораздо больше сырья за доллары, чем есть импорты, то есть поступление товаров в страну. За счет этого возникает дисбаланс. С одной стороны, экспортеры вынуждены продавать доллары и осказывать давление, соответственно, на валюту. Крепкий рубль возникает. А с другой стороны, к сожалению, мы не можем покупать сейчас товары в тех объемах, которым покупали ранее. И образуется, с одной стороны, небольшой дефицит, который как раз толкает цены вверх. А с другой стороны, излишек валюты, который влияет на курс. Собственно, этот процесс, он сейчас активно регулируется государством, придумываются все новые и новые способы, каким образом этот процесс, в общем-то, переломить. И я могу отметить, что, наверное, вот на вчерашний день определенная тенденция наметилась. Мы увидели увеличение оборотов в юанях. То есть работа с новой резервной валютой, как это пока возможно, я говорю, поможет вернуть ситуацию, в общем-то, в управляемое русло и успокоит, я думаю, и инвесторов, и просто потребителей. А как текущая ситуация все-таки отображается на производстве? Почему крепкий рубль – это не очень хорошо для нашей экономики? Как мы уже говорили, экономика наша экспортно-ориентированная. Мы продаем за валюту товары. В основном это нефть и газ, но есть и металлургия, и другие товары. Я приведу простой пример. При текущем рубле и текущих ценах, например, на сталь, наши металлурги работают в убыток, поскольку их издержки в рублях при таком курсе выше, чем прибыль, которую они получают при продаже товаров за рубеж. То есть зарплата в таком дорогом рубле, содержание именно в России каких-то активов, она не покрывается прибылью из-за курса валюты. То есть, соответственно, для наших экспортеров и компаний, ориентированных на зарубеж, это на самом деле очень серьезный удар. Они находятся сейчас в достаточно уязвимом состоянии. Буквально вчера, получается, был очередной обвал фондового рынка в России. Связано, наверное, это с тем, что компании-гиганты стараются как раз-таки покрывать убытки, отказываются от выплаты дивидендов. Так куда все-таки вкладывать лучше свои деньги, выгоднее и, наверное, сейчас в первую очередь безопаснее? Такой крупной, значит, ликвидной компанией, как «Газпром», утащил весь рынок за собой. Но сегодня я могу сказать, что есть определенный позитив, а именно компания «Роснефть», наша крупнейшая нефтяная компания, сегодня одобрила дивиденды. Также крупная компания «Сургутнефтегаз» также сегодня на общем собрании одобрила дивиденды, которые, в принципе, составят по привилегированным акциям аж 13%. Я бы сказал так, что, наверное, частному инвестору имеет смысл рассматривать ценные бумаги, как акции, так и облигации, как инструмент для инвестирования, но очень точечно, аккуратно и с привлечением специалистов или аналитики, поскольку на рынке всегда есть отличные надежные истории, но их необходимо искать и подходить к этому весьма ответственно. Я скажу больше, в связи с понижением ставок по депозитам, наверное, рынок опять станет привлекательным для инвесторов, но, как я уже говорю, надо быть очень внимательным и осторожным. Андрей, спасибо вам, что пришли. Ну, а я напоминаю, у нас в студии был экономист и частный инвестор Андрей Разумов. А теперь давайте как раз проверим то, о чем мы говорили. Посмотрим, как изменились цены на социально значимые продукты. Владимир Еремин отправился в магазин. Внимание обращал на самые дешевые товары. Так, на 1 июля черный хлеб упорно продолжает удерживать цену. Буханка Дарницкого, как и несколько месяцев назад, стоит 36 рублей. Однако с начала марта рост Оржанова составил на 12,5%. Что касается молока, как и несколько недель назад подряд, литр постерилизованного на полках супермаркета можно найти по 60 рублей. Четыре месяца назад оно стоило всего 40 рублей. Куриные яйца второй категории опускаются в цене. За десяток сегодня просят 56 рублей. По карте клиента еще дешевле, почти на 10%. В начале весны яйца продавали по 62 рубля. Цена на картофель постепенно снижается. Килограмм самых дешевых корнеплодов в магазине сейчас стоит 53 рубля. В марте было 40. С прошлой недели не меняли ценники на белый сахар. Песок в супермаркете сейчас продается без ограничений по 67 рублей за килограмм. Ценовый прирост за минувшие 4 месяца составил 12%. Разница в цене составила 8 рублей. Гречка также изменила ценовую позицию. Стоимость одного килограмма – 148 рублей. Напомним, в марте гречку можно было купить по 92. Крупа за 4 месяца подорожала на 60%. Наш список социально значимых продуктов традиционно завершает масло растительное. Литровая бутылка несколько недель подряд продолжает стоить 130 рублей. Цена на подсолнечное со 2 марта подскочила на 37%. Мы продолжим мониторить цены на основные группы товаров. Улицы Шуи и села Васильевское вновь стали съемочной площадкой. Там начали снимать вторую часть фильма «Непослушник». Старт дан традиционно для московской команды. Актеры разбили тарелку на Шуйском вокзале. «Непослушник» – это комедия о блогере Диме, который в погоне за популярностью устраивает жесткие розыгрыши. Один из них он снимает в церкви, где служит его друг детства. На него заводят дело. Дима вынужден скрываться в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника. Как вы понимаете, прячется «Непослушник» как раз в Шуйском районе. Как нам рассказала организатор съемок Елена Матвеевичева, в пятницу уже началась подготовка. Ждут главных актеров – Виктора Хореняку, Таисию Вилкову, Сергея Селина. А вот персонажей второго плана и массовки, как и в первой части, сыграют жители нашей области. Кстати говоря, после выхода картины на экраны больше туристов потянулось в нашу область. Им хотелось вживую посмотреть, где снималась известная картина и посетить храм в селе Васильевское, где и перевоспитывался главный герой. После рекламы смотрите. Со стабальниками по ЕГЭ губернатор встретился на ЖД вокзале. Они и не скрывали, что планируют уезжать. Он не уговаривал остаться. Живут в бане, готовят на костре. Из-за пожара семья Кирилловых осталась без дома, но не без помощи. Действительно, в нашем городе я поняла, что очень хорошие люди. Почти сотня ивановцев с нуля бесплатно обучилась ландшафтному дизайну и разработали проекты для своего двора. Из них мы планируем где-то 10-15 поддержать, поддержать финансово. Заботишься о безопасности и хочешь знать, что происходит в твоем дворе на парковке или детской площадке? Звони 93-93-93. Интеркомтел. 26 выпускников области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Четверо из них уже отправились подавать документы в столичные вузы. В пятницу губернатор встретился с остальными на железнодорожном вокзале. Что они решили, уехать или остаться, расскажет Марина Зенина. Больше всего стобальников по русскому языку. Их 11. Наивысший балл по математике получили пятеро. Историю на отлично сдали четверо. Общество знания – трое. И по одному стобальному результату у выпускников по химии и географии. Наилучший результат по ЕГЭ в области у Романа Кострова из 33-го лицея. Он сдал на 100 баллов сразу два предмета – математику и русский. Роман – активный игрок школьной лиги «Что, где, когда». Говорит, занимался усердно и много. Но на экзаменах все равно нервничал. Я даже сначала не поверил. Много раз обновлял страницы с результатами. Вот. Сейчас рад очень. Мои баллы дают возможность поступить в хорошие вузы. Такие там ДГТУ, Сочинские судмоды, МИФИ, МФТИ. Все вот эти хорошие. Кем будет через пять лет, парень пока окончательно не определился. У Екатерины Мешковой из Палиха единственный стобальный результат по географии. Для нее это любимый предмет. И как большинство здесь, она также занималась с репетиторами. Но уверена, многое зависит от ученика. Подготовка была не сколько сложной, сколько интересной. Потому что сам предмет мне интересен. Готовилась очень активно я в течение года. Очень многое зависит от желания человека, от его целеустремленности. И мне кажется, если человек захочет, он может добиться результатов абсолютно в любых условиях. Екатерина планирует поступить в Нижегородский университет. Заниматься экологией и природопользованием. Четверо выпускников уже уехали подавать документы в столичные вузы. В пятницу с чемоданами на вокзал никто не пришел. Но большинство стобальников и их родители рассматривают университеты более крупных городов. Если у нее будут очень хорошие результаты, и она поступит в Москву, может быть и уедет. Так будем пробовать еще в нашем политехе. Я не знаю, она хочет остаться. Она хочет остаться, а мы хотим, чтобы она уехала, поступила в Москву. Мне кажется, там как-то больше перспективы для нее. Губернатор поздравил школьников. Заметил, что сам таких результатов, наверное, бы не добился. В Иванове оставаться не уговаривал. Но рассказал о том, что в ближайшее время изменится в городе. Ведь так или иначе, они сюда еще вернутся. Мы приступаем с министром образования России Фольковым к созданию межвузовского кампуса. Наши сейчас вузы пока объединили в консорциум, чтобы они уже вместе умели работать. И начали строить на набережной дворец водных видов спорта. Такого уровня, что это будет под межрегиональные соревнования. После полудня в пятницу 100 баллов за ЕГЭ по информатике получил еще один ученик 67-го лицея. Но и 26 стобальников пока не окончательный результат. До 4 июля должны быть известны оценки по иностранным языкам. В прошлом году в области максимальные баллы по ЕГЭ получили 36 ребят. Про таких ребят точно не скажешь жертвы ЕГЭ. Хотя нередко молодежь упрекают в неграмотности. Полина Анцифрова решила выяснить у ивановцев, насколько свежи их знания школьной программы. Считается, что школьные знания остаются в голове навсегда. Давайте поинтересуемся у жителей Иваново, помнят ли они школьную программу. Сколько будет 15 в квадрате? А такие вопросы? Ну, отвечай, ты же школьный. 15 на 15 умножай просто. 225. Attention. 75, наверное. Ой, не знаю. 225. Это 15 умножить на 15. 100 на 100 – это 1000, 50 на 50 – это 250. 1000 – 250. Теорема Пифагора, помните? Да, сумма квадратов катетов равна сумме гипотенузы, квадрату гипотенузы. Пифагоровые штаны во все стороны равны. АБ в квадрате равно АЦ в квадрате плюс БЦ в квадрате. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Химическую формулу воды знаете? Знаю. H2O. H2O. H2O, да. Я химию не знаю, у нас нет химии. H2O. Какая буква в русском алфавите идет после буквы С? Можно я алфавит полностью повторю тогда? Буквады ежезайки в квадрате КЛМ. Че. После С, АБЦ. Фе или Хе. Как зовут Достоевского? Федор Михайлович. Федор Михайлович. Михаил. Федор. Сможете ли вы прочитать с правильным ударением три слова? Созвонимся, квартал, ходатайство. Созвонимся, квартал, ходатайство. Созвонимся, квартал, ходатайство. Созвонимся. Вот это что? Давай. Квартал и ходатайство. Семья Кирилловых из Иваново живет в бане, еду готовит на костре. Причина – сгорел дом. Не осталось ничего, кроме надежды, что наедине с бедой не оставят. Ирина Афонина встретилась с погорельцами. Во вторник, 28 июня, муж и жена Кириллова находились в школе на генеральной репетиции выпускного вечера. Младший Олег окончил 9 классов, успешно сдал ОГЭ. В аттестате всего одна четверка. Родители готовились к празднику, когда раздался тревожный звонок. Горел их дом. Когда кириллы примчались, пожар уже полыхал вовсю. Вот здесь была беседка на этом месте. И отсюда произошел пожар, возгорание. Где-то вот здесь приезжали эксперты пожарные. И все перекинулось потом на дом. Сегодня Евгений с добровольными помощниками, друзьями, сына в спешном порядке очищают дом, двор от того, что когда-то верой и правдой служила. Не осталось ничего – ни мебели, ни бытовой техники, ни одежды. Спасли документы. На момент возгорания в доме находились бабушка и младший внук. Тревогу забили соседи. Семья через социальные сети позвала на помощь. Люди оперативно отреагировали. Помощь присылали, присылают. Незнакомые люди, соседи всех, знакомые, звонят, пересылают, материально помогают. Незнакомые люди вещи несут. Спасибо им большое. В первые два дня все было как в тумане, рассказывает Вера Кириллова. Мыслей не было. Звонил телефон, автоматически отвечала на звонки. И никак не укладывалась в голове. Все было в порядке. А теперь ничего нет. Ничего. Самый сильный муж в нашей семье. Он и поддерживает, и хотя бы дает задание, что делать. Ну, чтобы ориентировать по плану. Потому что я сижу, я смотрю и не знаю, чего делать. Он говорит, давай, вот это, это, да, стало, пошло. Сейчас на пепелище работа кипит. Рабочих рук много. Это друзья старшего сына Дениса. Младшего не застали. Успешно сдал экзамены. Сейчас тренируется. В понедельник футбольное соревнование. Жизнь продолжается, говорит Вера. И заметно, что отрешенность прошла. Начинает приходить в себя. У старшего горячая пора. Сессия. Справляюсь хорошо. Зачеты сдаю, экзамены сдаю. Вот в таких уснух. Ну, а что поделать. Учиться надо. Получать знания тоже надо. Денис, кстати, учится заочно в политехе и работает. Будущий строитель. Так вот и получилось, что попрактиковаться придется на строительстве собственного жилья. Во время съемок приехал молодой человек. Привез много нужных вещей. У нас есть группа в Айбере, там, адам даром, как бы, да. И вот знали, что там такая вот беда случилась. Там кто-то скинул СМС. И все потихонечку, помаленечку, кто-то начали, кто-то продуктить, там, кто-то денежку, кто-то. Вот кого-то, Алексей, у него холодильник был старенький, кто-то чайничек купил. Вера и Евгений ночуют в бане. Пожилая мама Веры у родственников, дети у друзей. Готовят на костре. Телефоны заряжают от удлинителя, который дали соседи. Хотят быстрее освободить участок от мусора и начать строиться. В холодные времена планируют пожить у брата. Нуждаются, в первую очередь, в строительных материалах. Нет теплых вещей. Понимание, чего еще не хватает, придет не сразу. Слишком мало времени прошло. Ирина Афонина, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». От наброска до продуманного чертежа. По итогу, современный палисадник под окном. Почти сотня ивановцев за три недели с нуля обучились ландшафтному дизайну. Причем бесплатно. После изучения теории, они разработали проекты по озеленению своего двора. Победители получат деньги, на которые они смогут воплотить цветущую задумку в реальность. Подробности далее. Участвовать в конкурсе «Цветущий город» Елена решила спонтанно. На это подтолкнула руководитель управляющей компании дома. Предложила придумать, как можно украсить двор. Из всех жильцов откликнулась только Лена. Так изначально выглядела задумка палисадника. А это доработанный проект после прохождения шести лекций. Все продумано до деталей. Именно на курсах Лена узнала основы ландшафта, начиная с самых глубин видов почв. Здесь суровая земля, бедная, близко грунтовые воды. И будет довольно такой строгий по цветам и по формам проект. Свой проект Елена назвала «Встречай ветер». Это связано с особенностями двора. А штели здесь и не слышали. На этом пространстве обоснуется миксборд из кустарников, спирея и сирени. А также многолетних растений. Многие из них будут декоративные злаки. Палитры миксборда – сиреневые, бежевые и белые тона. Небольшая основа уже есть. Например, эти деревья высажены здесь давно. Сосна, несколько рябин и несколько клёнов будут здорово дополнять этот миксборд. Тем более деревья – это самое важное в озеленении. И убирать их – это, конечно, просто кощунство. Елена художник. Поэтому не ограничилась только созданием клумбы. Чтобы цветущая композиция была гармоничной, на этом сером полотне дома она планирует стрит-арт в виде находящего грозового фронта. Так это будет выглядеть. В самом низу поле колоски, злаки, то есть частично немножко нижнюю часть, чтобы оно сочеталось с теми злаками, которые будут здесь. И мы как бы визуально продлеваем это поле. Проект «Цветущий город» – идея благотворительного фонда «Ива» и Центра ландшафтных услуг. Им удалось привлечь 90 участников. Организатор отмечает, что много заявок поступило от образовательных учреждений, в особенности детских садов. Сейчас завершился первый этап конкурса. Выбираем лучшие проекты, которые подготовили нам участники. И, соответственно, у нас сейчас заявилось порядка 25 таких проектов. И из них мы планируем где-то 10-15 поддержать финансово, чтобы они могли свои проекты реализовать. На реализацию некоторых может уйти от 100 тысяч рублей. Из числа этих победителей выберут еще несколько лучших работ. Они получат ценные призы от спонсоров, а еще мечту, ставшую реальностью под своим окном. Алина Марчева, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». А сейчас о погоде. Что обещают нам синоптики в ближайшие сутки? На улице может быть дождь и ветер. А в текстильном центре «Рио» всегда хорошая погода и приятные подарки. Кофе, бургер, лимонад. Каждый будет очень рад. По будням «Рио» угощает своих покупателей. Дарит свет, тепло и радость. Заезжайте. Акция действует по будням. В субботу в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 35%. В воскресенье сильный северный ветер немного охладит жаркий воздух. Осадков не ожидается. Две минуты, чтобы записаться на прием. Узивен нижних конечностей и анализ крови занимает 40 минут. Сама лазерная процедура займет всего 40 минут. Всего полтора часа. И вы избавитесь от варикоза. Сразу после новостей объявления в городской хронике. Интересные истории, видео и фото сообщения вы можете направлять на наши редакционные мессенджеры. Viber, Telegram. Номер вы видите на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс или звоните по телефону горячей линии 587777. Ну а я с вами прощаюсь. Удачи всем и хорошего настроения. Продолжение следует...